переходим к фьючер да тут в принципе больше всего пунктов до больше всего случаев использования но в принципе фьючер симпл в отличие от пасты present симпл она универсальная практически в принципе спасибо значит она универсальная вообще в принципе поскольку ну то есть как бы все остальные времена фьючер да там фьючер continuous perfect фьючер перфик continuous вот в отличие от фьючер перфик континьюз на вот в принципе фьючер симпл у нас используется для всего а то есть как бы случаи как случаев когда у нас используется фьючер перфик континьюз они стремятся к нулю потому что слишком запутанное время и никому она не нужна тоже относится к фьючер перфик до фьючер континьюз был у нас более-менее используется конечно там нужна точная привязка к точному времени поэтому как бы шансов использовать его тоже не очень много поэтому в принципе фьючер симпл это универсальное время для обозначения будущего времени да ну за исключением того что мы только что разобрали расписание и всего всего подобного для этого он используется present simple возвращаемся к перечисления на простое одиночное действие в будущем простой одиночные действия в будущем he will miss the box he will miss the box он пропустит автобус в смысле не успеет на автобус ничего просто действие в будущем действие которое будет занимать определенный период времени в будущем идет различие между однократными действиями и длительными действиями то что опять-таки в прошлом прошлом стриме рассказывал разница между глаголами совершенного вида и несовершенного вида в русском языке значит will you be my friend будешь ли ты моим другом опять-таки быть продолжительное действие глагол тебе мы чуть позже поговорим да там всем форму значит третье последователь здесь и в будущем то же самое что у нас используется в past simple да только если в past simple это указано не просто так скажем тогда там действительно можно его спутать спас перфектом то здесь оно указано но никакое другое время не будет невозможно никакое другое время использовать для того чтобы обозначить последовательность действий в будущем для этого только по фьючий симпл используются i will meet you and tell you the whole story я тебя встречу и расскажу тебе всю историю повторяющиеся действия в будущем опять-таки то же самое что здесь у нас спасибо идет третьим номером да здесь опять-таки нету никаких других вариантов да никакой отдельной конструкции как в пасту нас нету поэтому принципе действия в будущем дальше мы ставим про фьючий симпл да а вилбе жить и и фью таймс вайл анамена и визитю фью таймс вайл анамон я навещу тебя пару раз пока я в лондоне дальше предположение или мысли насчет будущего а мы придем он стопс я боюсь дождь дождь не закончится в скором времени сумму эти шестое решение принимая во время разговора да а вилл отдых стекан чипс да то есть как бы я закажу стык и эти самые картошку free на чипс обратите внимание да здесь явно речь идет не о чипсах да и а чипс это британское выражение для жирной картошки а ты значит опять-таки да то есть как бы чисто технически это конечно будущее время да я закажу но в принципе решение уже принято и скорее она будет указывать на именно решение а не а действия в будущем вот последнее обещание предложение угрозы просьбы на танк фор и и весен любил рад не волнуйся все будет нормально да опять таки да тут скорее речь идет о предположении чем фактически буду действий в будущем на но тем не менее на не волнуйся все будет в порядке то есть как бы здесь полная параллель идет с русским языком поэтому останавливаться на этом не вижу смысла никакого вот все ли понятно не на появится что сложнее да значит смотри на самом деле то есть в принципе запомнить можно следующее на можно прямо записать до любое действие которое происходит в прошлом будет выражать и через фьючер симпл да ну как бы те в принципе не важно какой именно из семьи будет использоваться потому что я говорю единственное время которое может использоваться для обозначения будущего времени помимо самого фьючер симпл это фьючер континьюз и фьючер континьюз он используется только в том случае если действие будет происходить в определенный момент в будущем все то есть это как бы единственная соответственно единственный случай когда ну то есть тебе будет логичнее использовать фьючер континьюз но в принципе даже в этом случае особенно в американском варианте английского до будет использоваться фьючер симпл все вот эти вот остальные времена да фьючер эффекты фьючер континьюз ну то есть там не знаю там один процент использования наверное от все от общей массой но использование времен когда мы говорим о будущем не ну я есть эти серьезные города ну то есть как бы у нас следующий стрим будет на одна тему континьюз нам там чуть-чуть все я объясню в каких случаях используется вьючер континьюз но в принципе если мы говорим о будущем времени фьючер симпл тебе будет более чем достаточно вот ладно значит здесь вопросов нет мы переходим теперь самой интересной части нашего балета